Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня». 6 июля в Ульяновской области день территориального общественного самоуправления. И сегодня у нас в студии председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Поздравляю вас с вашим прошедшим праздником. День территориального общественного самоуправления. 6 июля. Спасибо большое. И причем мы подчеркнем Ульяновской области. Это значит о том, что мы одни из первых на территории нашего региона включились вот в это движение. И к какому результату мы сегодня пришли? Ведь, наверное, именно об этом шла речь на съезде, который состоялся в Ульяновске вчера. Ну да, мы в лидерах не только по празднованию Дню ТОСов. Действительно, мы уже седьмой раз празднули День ТОСов в Ульяновской области. Это наш региональный праздник. Наш регион одним из первых вот эту инициативу взял в свои руки и утвердил то, что 6 июля будет праздник День ТОСов. Вот. И, конечно же, то, что ТОСское движение сейчас в лидерах России, в лидерах, я скажу, где-то мы первые, где-то на втором месте, но все равно мы лучшие. Это признано неоднократно уже было и на съезде общей национальной ассоциации ТОС, и в различных других мероприятиях, где мы присутствовали, участвовали. Так что, можно сказать, ТОС в Ульяновской области впереди планеты всей. Без ложной скромности могу это сказать, но почему мы лучше? Во-первых, у нас есть замечательная поддержка губернатора и правительства Ульяновской области. Не случайно вы лично получили статус советника губернатора, да? Да. Это еще и говорит о том, что внимание власти вам уделяется, и они тоже поддерживают это движение. Хочу отметить, что единственный в России, да, Алексей Юрьевич, наш губернатор, он утвердил как раз то, что должность советника губернатора по вопросам территориального общественного управления на общественных началах. То есть у нас такого дальше ни у кого в России нет. Хотя стратегии развития ТОС Российской Федерации, которая была принята на собрании общенациональной ассоциации ТОС, это было принято, что должна быть выстроена структура. Структура как раз непосредственно советников. В чем это складывается? У нас очень большая, можно сказать, армия общественников, армия ТОСов на территории Российской Федерации, могу сказать, существует больше 38 тысяч ТОС. Правда, из них в качестве юрлица, как сказать, чуть больше трех тысяч. И даже не представляете, какая армия жителей проживает в границе ТОС. Свыше 41 миллиона. Представляете, сколько людей фактически проживает в границе ТОС. И все равно сейчас смотрю, обращают все равно к нашему далекому прошлому, когда еще в Советском Союзе было то, что все-таки руководитель, он должен практиковать школу. Если директором завода будет, он должен быть рабочим, допустим. Если директором колхоза, он начал работать с земли и все, пройти школу жизни. И вот то, что у нас ТОСовцы занимаются общественной работой, они же все работают, можно сказать, бесплатно. Как их можно почтить, как можно с них вырастить кадры, чтобы потом в дальнейшем, конечно, были хорошие руководители. Просто нам, когда вручал премию Алексей Кудрин в гражданской инициативе в номинации «Роски новой власти», он сказал, через движение ТОС должны пройти все. И губернаторы, и депутаты, возможно, даже президенты. Но это в будущем. Это почему в будущем? У нас уже многие председатели ТОСа, они уже становятся главами поселений, становятся депутатами. Поэтому ТОСы растут. Это тоже своего рода достижения, которые сделаны активистами ваших ТОСов. А чем сегодня занимаются ТОСы? Вот в ДК «Современника» была выставка достижений. На ней было наглядно видно, чем же сегодня занимаются ТОСы. Это не те субботники, о которых мы с вами говорили, когда еще движение только начиналось. Это не благоустройство, это уже гораздо больше. Что это? Пожалуйста, погордитесь успехами своих коллег. Я вот сейчас и думаю, чем же ТОСы только еще не занимаются. Они, мне кажется, занимаются всем. Вот взять то, что касается нашей жизни. Вот выходишь во двор, смотришь, правильно говорить, благоустройство. ТОСы занимаются благоустройством. Дети. Вот сейчас ее программа «Замечательное. Лето в дворах». Или каникулы вместе, которые мы проводили с нашим Ульянским государственным университетом. Вот. С детьми занимаются. С пенсионерами. У нас работа клуба активного долголетия на базе ТОС, то есть Центра здоровья. Мы печем хлеб, раздаем людям. Вот, кстати, на выставке у нас было, на дне ТОСов, выставка хлеба. У нас действует девять пекарен на территории Ульянской области, девять благотворительных пекарен. Мы активно, конечно, помогаем нашим военнослужащим. Также плетем сети, собираем продуктовые наборы. Кто-то варит супы, сушит супы. Очень много чем-то, что занимается. Патриотическое воспитание. Тоже у нас открылся духовный патриотический центр «Пересвет». У нас владыка Лонгин благословил на эту деятельность, дал нам духовного наставника отца Даниила. Ему вручали тоже благодарственное письмо. Поэтому у нас, видите, даже духовное направление развитое, потому что все-таки православие развивать нужно. Почему именно православие? Вот, допустим, на территории мостовой у нас две мечети и храм. Самый старый, один из старых храмов Ульянской области, сохранившийся. Мы в мечети смотрим, люди ходят, приезжают с других, допустим, микрорайонов Ульянской области. У нас же в наш храм идут единицы. И поэтому у нас отец Даниил занимается, во-первых, спортом, обучает греко-римской борьбе. А вдобавок, все начинается с молитвы. И мы пытаемся вот через этот все, вот, клуб наш привлечь людей в храмы, чтобы ходили. Просто вера должна быть. Человек без веры – это, ну, как может существовать? Поэтому в дальнейшем мы готовим уже подрастающую молодежь к будущему. Действительно, чем только не занимается ТОС. Экология – одно из важнейших направлений. Очень много благоустроено, как раз, определенных порядок родников. Вот мы благоустроили набережную реки Свияги. Вот, поэтому, видите, тоже одно из важнейших направлений. Поэтому ТОС занимается, можно сказать, всем тем, что, допустим, у нас вот все окружает. Понятно. И буквально накануне дня ТОС стало известно о том, что итоги своего конкурса, своих грантов подвел фонд президентских культурных инициатив. И его президент озвучил информацию о том, что там, где власть продюсирует участие ТОСов в этих конкурсах, получается соответствующий результат. Итак, ТОСы Ульяновской области выиграли... Шесть проектов из восьми. Восемь проектов победило среди всех ТОСов Российской Федерации. Из них шесть проектов взяли ТОСы Ульяновской области. Хочу поздравить победителей еще раз. То, что они все молодцы. Хочу сказать, что победа эта далась не только, я говорю, как говорил, что благодаря нашим оттоку-общественникам. Конечно, это выстроена большая работа у нас проведена была. Во-первых, нам удалось по тему выиграть. У нас, я еще раз повторяюсь, замечательная поддержка губернатора. Мы единственные в России ассоциации, которые получают субсидии из регионального бюджета. То есть мы ведем бухгалтерию всем ТОСам. У ТОСов голова не болит. У нас есть специалист по проектной деятельности. Поэтому тоже нас человек учит. У нас есть замечательные партнеры, такие как Татьяна Ившина. Вот буквально мы с ней недавно проводили обучение в Сенгелеевском районе и Тенгульском районе. Мы учим ТОСы, во-первых, как писать, как реализовывать. И мы помогаем полностью за них отчитаться. Вот в чем хорошо. И атаковать нет нигде в России. Чтобы такая была поддержка. И ведь каждый грант размер по 500 тысяч рублей в среднем. От 200 тысяч и до 500 тысяч. Но у нас еще одна большая победа. Буквально в двух конкурсах фонда предетских грантов. Из 89 проектов, которые победили, проекты всей, всех ТОС-Российской Федерации. 35 наших. Ты представляешь, какая это сумма? Прилечено почти 24 миллиона рублей. Кроме этого, еще большая сумма софинансирования, которую жители кладут. Это же не просто мы получили средства, реализовали, допустим, из федерального фонда. Да, мы будем тоже еще доказывать свой труд кладом, где свои средства, ресурсы, чтобы этот проект реализовывать. Поэтому у нас софинансирование тоже большое по этому конкурсу президентских грантов. И, конечно же, в ближайшее время будет объявлен следующий этап конкурса президентских грантов. Обязательно будем участвовать. Сейчас уже принимают заявки на спецконкурс президентского фонда культурных инициатив. И хочу сказать спасибо большое, если, конечно, меня услышит руководитель все-таки фонда, Роман Карманов. Он приезжал сюда, здесь мы с ним общались. Я ему, помню, рассказывал, слушайте, ну, понимаете оттуда, понимаем, что есть большие дома культуры, которые, так сказать, мощные, где есть много специалистов. Есть ТОСы, мы же маленькие, локальные, но нам культура в ТОСах тоже нужна. И он очень удивился, да, я смотрю, ТОСы, только в Ульяновской области такие, что ТОСы, ТОСы победили. Потому что у нас есть вот это все ресурсы. И, конечно, подключаются дома культуры. Очень спасибо, хочу сказать, главам муниципальных образований за их поддержку, потому что без них тоже бы это ничего не получилось. И вот, благодаря вот этой работе командной, и все у нас получается. Из-за этого вот и движется у нас вперед. Ведь количество ТОСов, когда создалась наша ассоциация, было всего лишь 70. А теперь? А теперь 418. 418 ТОСов. Хочу сказать, что было 67 в городе, 3 в области всего лишь, 3 ТОСов в области, которые не работали. Сейчас 106 в Ульяновске. И получают 419 в области. 319 в области. Это больше, чем в 100 раз количество ТОСов увеличилось. А ведь, благодаря ТОСам, оживают в деревне. Реально оживают. Не просто я хочу сказать, что... Ну, для примера, давайте. Какая деревня? Давайте сразу вот я спрашиваю у ТОСа Уржумского, Мальского района. Когда к ним приезжал изначально, ну, все боялись создавать ТОСа. Почему-то думали, что я приезжаю по поручению губернатора, сейчас мы создадим ТОС, и они с них будут деньги собирать. Ведь до сих пор люди путают, что такое ТОС и ТСЖ. Думают, что если создаст ТОС, то обязательно надо будет собирать деньги и средства. Мы объясняем, что, ребята, мы не отбираем, мы помогаем вам улучшить свое состояние, улучшить вашу территорию. Поможем вам привлечь средства. Вот ТОС с Муржумском. Классный пример. Изначально вот с ним у них, можно сказать, ну, я даже не скажу, что ничего не было. Но когда ТОС создался, ясное дело, он был просто, как сказать, создался только с нуля, пока ничего не было. Сейчас у них Центр здоровья работает. Они вошли в реестр посещекового социальных услуг. Кстати, вот тоже хочу сказать спасибо большое нашему министру. Вот, соцзащиты, за то, что они так помогают. Но одни из первых в России, которые вошли в реестр посещекового социальных услуг. То есть мы начали оказывать социальные услуги населению. Выполняется поручение президента Владимира Владимировича Путина, когда он сказал, что нужно передать часть социальных услуг НКОшкам. Сначала 10%, потом довести до 40%. У нас 30 ТОСов вошли в реестр посещекового социальных услуг. Это забота о пожилых. 17, да, 17 уже оказывают. И вот такой Центр здоровья, он есть на базе ТОС-Урджунского. Они каждый день, у них какие-то средства небольшие, но не поступают. Они уже начинают чувствовать, что они хозяева этой территории, что они могут, так сказать, этими деньгами могут распоряжаться. По крайней мере, сумма небольшая, но они могут где-то, допустим, сделать ремонт, где-то что-то купить для себя. Они не просят уже администрации. Они стараются помочь. По конкурсу президентский грант, постоянно победительные. По конкурсу нашему, региональному, тоже победительные. Молодцы, пишут проекты. Только не успели закончить проект, они пишут новый. По комфортной среде ТОС, тоже наш уникальный проект. Это, во-первых, очень хорошо, как сказать, этот конкурс поднимает самоуправление жителей. Уже не первый год из бюджета Ульяновской области выделяет средства на комфортную среду ТОС. Сначала выделялось 52 миллиона, потом 50. В период пандемии, конечно, это было затишье. Второй год уже выделяется по 20 миллионов рублей. То есть ТОС может сам выбрать проблему, какую хочет решить по благоустройству. Пишет проект, выигрывает и сам жилизует, и сам контролирует, и потом ухаживает за этой территорией. Как не развивается самоуправление жителей? Очень замечательно. И вот ТОС Уржунский, ну, я хочу сказать просто один из примеров. Майинский район вообще уникальный. Они, вот, даже они выиграли из 89 проектов, по-моему, которые победили всей России. 8 проектов в фонде Принск-Град взяли они. У них очень хорошо поставлено, как сказать, взаимодействие с главой. Вот, если они работают, он ставит задачи, надо создавать ТОСы. Ну, как сказать, собирает, поддерживает. И есть у него ресурсный центр, который помогает ТОСам все делать. Ну, и главное, что у населения так находит ТОТ. Конечно. Владимир Владимирович, вот мы сейчас гордимся успехами, которые достигнуты ТОСами. Но ведь часто вам приходится уже ездить по другим регионам, где вы как передаете свой опыт, который уже имеется в Ульяновской области, так и смотрите, как другие используют это движение ТОСов. Последняя поездка состоялась в Пермь. И там очень плотно ТОСы занимаются туристическим направлением. Это планы на будущее для наших ульяновских ТОСов? Да, это, конечно, план на будущее. И планы эти очень хорошие. Потому что тут как-то я вернулся с Перми. Не то, что даже с Перми, с Пермь, у края. А мы были в селе Кын. Понимаете, Кынзавод там был. И до сих пор как будто частица меня там осталась. Она еще не приехала оттуда. Потому что там очень замечательно, да, пермские ТОСы могут удивить, могут научить. И, с одной стороны, мы приезжаем как-то делиться опытом. А им интересно было. Наше направление делилось и о том, от Степан Разина и до сувенирной продукции, то, что мы делаем для пряники. Потому что все-таки у нас Степан Разин, который у нас здесь был, а у них Ермак. И вот они сделали, можно сказать, из села, которое находится в 250 километров от Перми, сделали такую территорию, куда хочется ездить. И я всем приезжаю, говорят, не надо никакой за границу, надо ехать туда. Собираются люди, у нас было там 4 региона, если даже считая Перми вместе с ними. Приехала Иркутск, приехала Челябинск, мы приехали. Если мы каждый год туда приезжаем, они приглашают. Без меня, говорит, Сидор уже как-то не... Уже, говорит, он свой наш пермяк. Меня же со своего принимают там, они оттуда. И вот то, что они делают, то, что вот такие мероприятия, это дорогого стоит. Ведь собрать людей, приезжают с ночевой, а такие мероприятия объединяющие проводят. Там и дискотека, салют, там соревновательная часть. Ну, честно говоря, редко где в России увидишь такого. Ну, люди уже с каждым годом все больше и больше узнают о Перском крае. Вот и узнают о селе Кын. А там Кынзавод, говорю, был, который разрушен в то время. Во-первых, село возрождается. Ясное дело, туда будут люди приезжать, покупать сувенированную продукцию. Понятно. То есть красота родного края. Очень многие принимают нашу практику. Практику в чем? То, что у нас есть такая поддержка, во-первых, взаимодействие с властью. Организация юридических лиц и участие. И поддержка. Самое главное, что вы видите, к чему самое такое, что благодаря вот тому, что есть у нас поддержка правительства, что у нас есть штат, 7 человек, которые работают, занимаются ТОСами, ТОСы могут писать проекты, участвовать в различных конкурсах. Помощь во время документов. Да, и благодаря вот этому привлекаются федеральные деньги на территорию регионов. Во-первых, ну давайте вот проще взять, допустим, ту же набережную, которую мы в мостовой обугустраиваем. По идее мы написали проект, фонд предназначен грантов, привлекли туда почти полумиллиона рублей, поставили беседки, наши жители привезли больше трех тысяч тонн песка. А если бы, допустим, мы не выиграли, если бы нас не было ТОС, куда мы пошли? В администрацию, помогите нам. И городу, и правительству пришлось бы искать средства, чтобы помочь нам как-то это сделать. А на берегу Свияги так и была бы свалка. Да, помойка, которая существовала уже очень много лет. Так туда люди возили бы мусор, и так бы все и не было. А сейчас, благодаря вот тому, что у нас есть, и, кстати, вот нашу, я тоже презентовал опыт по благоустройству набережной, ведь мы, можно сказать, я не говорю, что единственное в России, но я такого опыта не встречал, чтобы передали часть набережной в пользование ТОСу. Три гектара почти. И вот мы сейчас пытаемся сделать. У нас это была же мечта раньше, вот когда мы... Да, когда начиналось движение ТОС, вы говорили о том, что мечтаете благоустроить. Была мечта благоустроить набережную Кисвеги. У нас даже фильм есть. А вот пока она не сочетима, мы ловили машины с мусором, которые сваливали, и пытались проводить в субботнике. Но вот не удалось нам никак это все сделать. А теперь мечта сбылась. Ну, еще не совсем. На следующий год она начнет сбываться. В прошлом году мы установили туда беседки и качели. Более-менее благоустроили набережную. По крайней мере, убрали свалку. Завезли песок. В этом году мы тоже завезли уже в районе 400 тонн песка. Уже за песчанее дно, чтобы... Потому что Ил был пытаться, чтобы людям заходить комфортно было. Не везде, конечно, но это все сделали. Сейчас мы ждем, благодаря победе в конкурсе комфортная среда ТОС, шезлонги. 20 штук. Каждый шезлонг весит 210 килограмм. Ой. Да. Из мраморной крошки. И стоит, между прочим, с доставкой шезлонг в районе 30 тысяч рублей. За эти средства нам предлагали здесь в Ульяновске металлический лежак, обшитый деревяшкой. А это 210 килограмм. Представляете? Урна весит 90 килограмм, она стоит 5,7 тысяч. С доставкой из Краснодара. Мы вот оплатили им аванс. И сейчас ждем, когда изготавливают. Привезут нам мостовую. Будем устанавливать. Кроме того, мы планируем сделать там дорожки деревянные. Кроме того, открылись замечательные 4 волейбольных площадки. Туда уже завезли кварцевый песок. Школа волейбола проводит там соревнования, обучает людей. Да, уже состоялись первые. Да, да, да. И вот для наших жителей ТОС это все бесплатно. Понимаете? И вот на следующий год, благодаря тому, что нашу инициативу поддержали, у нас в рамках комфортной среды будут делать сквер мостовая Слобода. Проекта красивее, чем место, где будут дорожки, освещение, мафы. Проект будет не один год длится. Но пускай год, два, пять лет, но в конце там появится такая замечательная территория, куда могут прийти каждый житель Ульянска, Ульянской области, да и не только наша Ульянская область, к нам гости собираются приезжать. И не стыдно будет показать реально то, что мы сделали. Тоже на берегу Свияги? Тоже все будет на берегу Свияги. И в дальнейшем, конечно, если у нас вот это все получится, это будет, наверное, самое большое достижение. Можно сказать, не то, что даже нашего ТОСа Мастова-Слобода. Это всей нашей Ульянской области, что через ТОС могли реализовать такой замечательный проект. Наверняка многие смотрят, особенно те, кто в глубинке живет, далеко, и понял, что уже никому не нужен на белом свете. Как организовать ТОС в своем поселении? Ну, во-первых, у нас есть сайт. Ассоциация ТОС в Ульянской области может туда зайти. Или, допустим, можно позвонить мне. Могу протектовать свой номер телефона. Пожалуйста. 8-917-609-09-99. Чтобы дальше, конечно, у нас ТОС не опускали руки, готовились к следующим конкурсам, потому что чем выше у нас планка, тем, как сказать, надо все равно больше работать, чтобы на ее переступить. И я скажу, что все молодцы. И всех с праздником. И всех с праздником. С днем ТОС в Ульяновской области. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что это была программа «Тема дня». И сегодня у нас в студии был председатель ассоциации ТОС в Ульяновской области Владимир Сидоров. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, создавайте ТОСы. И понимайте, то, что было вчера, уже сегодня выглядит совершенно по-другому. Если вчера вы зарастали лебедой, то сегодня у вас свежие покрашенные бордюрчики. И цветущие розы. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»